Продолжение следует... Петр обращается к народу, и он говорит народу, что они распяли невинного человека, и дальше он говорит следующее. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Друзья, мы смотрим, конечно, на историю и читаем те обстоятельства. И на первый взгляд оно так и есть, что мы видим казнь самоотверженного, святого и праведного начальника жизни вместо мятежного разбойника. Но мы не должны забывать, дорогие друзья, что да, хотя на первый взгляд мы видим вот эту человеческую испорченность, вот эту, знаете, несправедливость, которую мы видим по отношению к Иисусу. Но в то же самое время в движении, знаете, двигается и идет к концу тот план Божий. Бога Отца, который Он начал и запустил в действие, который был предназначен прежде сотворения мира. И план этот, Иисус Христос, праведный, святой начальник жизни, умирает на Голговском кресте за каждого из нас. Слава Ему за это. Мы откроем Марка, 15 главу, и будем читать продолжение этой истории, 6 стиха. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, который во время мятежа сделал убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, чтобы он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, хотите ли отпущу вам царя иудейского? Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустить им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им, что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским? Они опять закричали, распни его. Пилат сказал им, какое же зло сделал он? Но они еще сильнее закричали, распни его. Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Вот такая вот несправедливость. И знаете, мы часто, когда вспоминаем смерть Иисуса Христа, мы говорим о его подвиге, о том, что он сделал через все, что он прошел. И тут, знаете, посередине вот этой истории появляется вот эта вот, знаете, необычная личность. ниоткуда он появляется. И, казалось бы, ну мы говорим о Иисусе Христе, о его страданиях, о его предназначенной цели, чтобы пострадать и умереть за грехи мира. И тут появляется вот эта личность, и, казалось бы, это еще одна грань, знаете, в насмешке над Иисусом, оскорблении, и, знаете, просто как пощечина Иисусу Христу. Когда в противовес Иисусу ставится вот этот вот человек Варава. Что мы знаем о Вараве? Очень мало. Очень мало, и нам, как людям, может быть, хотелось больше знать. Особенно, может быть, о продолжении его жизни. А чем закончилась его жизнь? Как она закончилась? Изменился ли Варава после вот этой встречи с Иисусом Христом? И нам хотелось бы, может быть, верить, или, может быть, мы бы хотели увидеть вот это на страницах Библии, что да, Варава раскаялся. Он увидел распятие Иисуса Христа, и это его тронуло до глубины души. И он раскаялся, принял Иисуса, и это изменило его жизнь. Но мы не видим этого. Мы видим, что он был назван человеком, человека-убийца. В Марка, пятой главе, вот этим седьмом стихе, мы прочитали, что во время мятежа он сделал убийство. Мы уже слышали, что на то время Рим правил Израилем, евреями. И в то время очень часто были вот такие вот вспышки, мятежей, бунтовщики, которые восставали против вот этой власти римской. И они очень жестоко были пресекаемы, наказываемы. И мы видим, вот Варава, он один из тех со своей группой, они в заключении и ждут приговора. И очень часто к приговорам для таких людей было распятие. Потому что Рим, он хотел, чтобы все видели жестокое наказание, и чтобы никто не высовывался. Мы также видим в Матфея 27 главе 16 стихе написано о нем, что он был очень известный узник. Он не был тем человеком, который, может быть, сделал какое-то преступление, и никто о нем не знал. Нет, о нем очень хорошо все знали. Его личность была известна еврейскому народу. Дальше мы видим в Луке 23 главе 19 стихом. Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. И что интересно, Лука дальше опять в 25 стихе, он опять подчеркивает это, И он говорит, что отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. Лука еще подчеркивает вот эту несправедливость еще один раз, что народ выбрал того, который действительно приговорен к смерти. Того, кто действительно, знаете, заслуживает смерть за преступление. Иоанн также говорит о Вараве, 18 глава, 40 стих. Тогда опять закричали все, говоря, не его, но Вараву. Варава же был разбойник. Больше ничего о Вараве мы не знаем из страниц Библии. О нем ничего не известно из светских каких-то источников. Мы тем более не знаем о его жизни до его деятельности и тем более не знаем о его дальнейшей жизни, как этого человека. Но, правда, скажу, хотелось бы, может быть, знать, как закончилась его жизнь. Часто когда-то, когда кто-то спасает чью-то жизнь, я недавно видел по новостям историю, где машина залетела через лед, провалилась в озеро. И человек, который проезжал мимо, он остановился, запрыгнул и вытащил этого человека. И приехало полиции много, и там не разбериха, это все пытаются откачать. И этот человек просто спокойно садится в машину и уезжает. И по новостям объявляют, и пострадавшая женщина говорит, «Я бы очень хотелось знать, кто этот человек, кто спас мою жизнь». И нам по-человечески это понятно. Человек, который спасает твою жизнь, хотелось бы узнать, а кто он, этот человек? Есть очень много литературы на эту личность. Конечно, это же, это уже идут такие сочинения, уже художественная литература, есть фильм «Варава» в 2013 году он был, который рассказывает жизнь Варавы параллельно жизни Иисуса Христа. И там вот сюжет в самом конце фильма, где Иисус и Варава встречаются глазами, Иисуса отводят на распятие. И Варава одну лишь речь успевает ему сказать, и он говорит, «Ну чего же ты добился? Почему не взять меч и почему не бороться?» Вот такие вот две разные личности. Какой контраст между этими личностями? По одну сторону Варава, а по другую Иисус. Мы читаем в 23 главе Евангелия от Луки свидетельство двоих людей, которые были свидетелями распятия Иисуса, которые тоже свидетельствуют, «Что в Иисусе не было греха». С 39 стиха. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты, Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и Сам осужден на то же, и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а Он ничего худого не сделал». Этот разбойник, который висел на кресте, там можно было и четвертый крест для воравы воздвигнуть. И Он говорит, «Мы сделали, мы действительно заслужили смерти. Мы действительно заслужили вот это распятие, вот эту казнь. Мы получили то, что мы заслужили. А этот человек, Он ничего достойного смерти не сделал». Мы также видим в 47 стихе сотник. Он смотрит на все происходящее и написано, «Видев происходящее, прославил Бога и сказал, истинно человек этот был праведник». Знаете, нам сегодня не нужно доказывать праведность Иисуса Христа. Мы прекрасно знаем, мы знаем жизнь Иисуса Христа, все те добрые дела, которые Он делал, больных, которых Он исцелял, знаете, бедных, за которых Он вступался. И здесь контраст очень четкий. Ворава, который разбойник, который совершил преступления, злодеяния убил человека, и мы видим праведного Иисуса Христа. И получается какой-то конкурс на популярность. Знаете, мы, может быть, видим себя в роли Воравы, а, может быть, видим себя в роли Пилата. Мы понимаем, что Пилат был очень умной личностью. Он ставит перед толпой две личности, Иисуса и разбойника Вораву. Он не был глупым, и мы видим, что Он старается отпустить Иисуса Христа. Он несколько раз говорит, что Я сам исследовал и не нахожу в Нем ничего достойного смерти. И в одном месте Он говорит, что Я прикажу, чтобы Его били, но Я потом Его отпущу. Мы видим, как первосвященники, они, знаете, оказывают в это влияние на народ. И когда Пилат уже не первосвященников спрашивает, а спрашивает народ, Я вам готов отдать царя вашего? Мы видим вот это влияние от первосвященников на народ. И тогда народ уже не имеет своего мнения, они как-то уже и забыли личность Иисуса Христа. И здесь вот это вот, знаете, искаженное правосудие. Пилат знал, что в 10 стихе мы читаем, что Он знал, что первосвященники предали Его из-за зависти. Лука, в 23 главе, от 13 по 16 стих повествует следующим образом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им, Вы привели ко Мне человека сего, как развращающего народ. И вот Я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным. ни в чем том, в чем Вы обвиняете Его. И Ирод так же, ибо Я послал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. Однако Пилат не поступает прямо. Он не придерживается своего слова, и он не делает так, как как сказал. Он не берет и прямо отпускает Иисуса Христа. Но все-таки Пилат пытается найти выход. И мы видим этот выход в 6 стихе. В 6 стихе написано, что на всякий праздник, в других местах написано, что именно вот на праздник Пасхи был такой обычай, чтобы отпускать узника. Мы знаем, в практике и сейчас есть отпускать, может быть, узника, который, знаете, несправедливо был осужден, приговорен там к 20-30 годам лишения свободы, и через апелляции, через еще что-то даже до президента доходит, и президент просто отпускает и аннулирует срок этого узника. Но здесь мы видим разбойника, который заслужил смертной казни. И, казалось бы, в лице Пилата, ну, конечно же, народ не выберет ворову. Конечно же, если предложить им ворову Иисуса, ну, неужели народ такой испорченный, чтобы выбрать преступника, который совершил тяжелое преступление. Но Пилат ошибался в способности, знаете, человека искажать правосудие и извращать его. Мы видим, что толпа, подговоренная первосвященниками, требовала дать свободу в Аравии. И мы видим, что в конце концов Пилат не решается пойти против мнения народа. Кто-то, может быть, сейчас видит себя на месте Пилата. Может быть, молодежь, подростки. Может быть, вы часто оказываетесь в ситуациях, может быть, в школе, на работе, где нужно или защитить Иисуса, может быть, защитить христианство, отстоять свою веру. Но часто, может быть, у нас искушение, а что подумают о нас люди? Может быть, я потеряю какой-то авторитет, о чем боялся Пилат. Может быть, я потеряю свое влияние, может быть, потеряю друзей. Мы видим, что Пилат, он не осмеливается пойти против того, чего просит толпа. Он опять обращается к ней, 12 стих мы читаем, спрашивая, что сделать с Иисусом. И толпа не просто говорит его в тюрьму, но его нужно распять и предать смерти. Пилат уступает криком толпы, наученной первосвященниками. Практический вывод сегодня для нас, дорогие друзья. Мы видим Ивараву, мы видим Пилата, мы видим народ, мы видим Иисуса Христа. смотря на Пилата, мы видим себя. Это мы. Смотря на Вараву, мы тоже видим себя. мы, может быть, можем подумать сегодня, что мы никогда не променяли бы Иисуса. Но многие люди сегодня также отвергают Господа ради каких-то земных временных страстей. Мы тоже находим альтернативу какую-то Иисусу. Пренебрегаем Иисусом, как это некогда делали первосвященники и толпа, которая предала его распятию. Сегодня человек отвергает Иисуса не по каким-то интеллектуальным причинам. Может быть, этот человек сел и следовал и решил, что интеллектуально он не может поверить или принять Иисуса Христа. Нет. Большинство людей сегодня отвергают Иисуса по моральной причине. Потому что принятие Иисуса Христа означает, что нужно исправить свою моральную жизнь. А так можно жить как хочешь. Есть какая-то свобода, удовольствие. но какая цена сегодня, если я выберу варавву? Если я отвергну Иисуса Христа? Дорогой друг, какая цена? Какую цену тебе придется заплатить, если ты выберешь сегодня варавву, а не Иисуса Христа? ты приобретешь весь мир, но погубишь душу свою. И часто, как Пилат, человек тянет время. Он не может и не хочет принять решение сейчас. Стоя перед двумя выборами, Иисус или варава, народ, желание народа быть на поводу у народа или все же таки стоять за истину, за справедливость, за правосудие. Смотря на варавву, дорогие друзья, мы, может быть, скажем, ну, Иисус, ты молчал раньше, но сейчас дошло вот просто не приставить себе даже в разуме непонятно, да, вот именно вот вся эта ситуация. И казалось бы, Иисус, ты и за вараву будешь умирать, а если он не примет, а если он не откликнется на вот твой поступок, все равно ты будешь умирать за него. Иисус идет о распятии и он умирает за варавву так же. И варавва, может быть, думает, что его народ отпустил и освободил, но нет, дорогие друзья, нас Иисус Христос любит так сильно, что он сделал этот выбор и умер на кресте за каждого из нас. Варавву освободила любовь небесного Бога Отца, которому пришлось поступить с вараввой, с Иисусом Христом, как с вараввой. Отец поступает с Иисусом Христом, как с вараввой. Он любит варавву и он готов за него умереть на Голговском кресте. В Римлянам 5 главе 8 стихом мы читаем «Но Бог свою любовь к нам доказал тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Когда мы смотрим на варавву, знаете, это самый первый пример того, за кого умер Иисус Христос. И в лице вараввы мы видим каждого из нас. Каждый видит себя. Того человека, который недостоин был, чтобы за него праведник умирал, который все сделал, чтобы заслужить наказание. Иисус Христос умирает вместо вараввы. Иисус Христос умер на Голговском кресте вместо нас за каждый из наших грехов. Повторяясь текст деяния святых апостолов. И мы будем заканчивать. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Итак, мы видим казнь самоотверженного, святого, праведного, начальника жизни вместо мятежного убийцы. Мы видим варавву, и мы не знаем, как дальше повернулась его жизнь. Но, дорогие друзья, сегодня важно для каждого из нас, для меня, как проходит моя жизнь сегодня. Если ты ответил на призове Иисуса Христа и принял Его жертву, как проходит твоя жизнь сегодня. Да, нам очень бы хотелось знать, но чем же все-таки закончилась жизнь вараввы? Но наша жизнь, жизнь наших близких, жизнь нашей семьи, наших детей намного важнее. Как мы сегодня проводим эту жизнь? В лице Пилата мы, может быть, смотрим и видим себя. Может быть, и у нас есть, когда мы отрекаемся от Бога, будь то на работе, будь то в школе, думая, может быть, или придаваясь чересчур большое значение тому, как о нас подумают люди или что о нас подумают люди. И этим предаем Иисуса Христа. Только для того, чтобы оказаться хорошими в лице толпы. Пусть Господь сегодня еще каждому больше говорит, дорогой друг, и если ты, может быть, оценивая свою жизнь, анализируя, видишь, промахи, за которые нужно каяться сегодня. И Бог побуждает твое сердце к покаянию. Сегодня есть время для этого. Пускай Бог благословит каждого из нас. Аминь. Будем молиться. твое сердце. Спасибо. Продолжение следует...